Неочевидная польза чтения вслуха, о которой вы не знали. Почему ребенку так важно читать вслух? Многие родители ошибочно считают, что чтение вслух это такой переходный этап перед чтением про себя. И как только ребенок научился читать про себя, то читать вслух уже не нужно. В действительности, чтение вслух это великолепный способ тренировки внимания, памяти, речи, подачи информации и в целом уверенности в себе ребенка. В этом видео расскажу, почему так полезно ребенку читать вслух и как это делать правильно. Обязательно досмотрите это видео до конца. В конце я расскажу про метод моторчик, который позволит ребенку сделать чтение вслух еще более полезным и эффективным способом тренировки его навыков. Почему дети так не любят читать вслух? Ну, вспомните свое детство и скорее всего чтение вслух вас ассоциировало с проверкой техники чтения, когда вам нужно было тараторить какой-то текст и вот проверяли учителя с какой скоростью, сколько слов в минуту вы прочитали. Более того, когда скорее всего ребенок читал вслух перед другими детьми, он стеснялся, когда что-то не так говорил или ошибался, ему казалось, что другие дети над ним смеются или они в реальности над ним смеялись. И у большинства детей чтение вслух ассоциируется с чем-то неприятным и негативным. Родителю важно понимать, что чтение вслух и чтение про себя это два абсолютно разных навыка, которые преследуют разные цели. Если целью чтения про себя является понимание информации с целью ее запомнить, ну и далее там пересказать или написать какую-то информацию в виде самостоятельной, контрольной или теста, то чтение вслух это процесс тренировки дикции, речи и других навыков. То есть можно сравнить эти два процесса, как, например, бег и поднятие штанги. Вроде оба процесса это физическая нагрузка, но бег у нас направлен на тренировку выносливости, да, и одного вида мышц, и это один вид нагрузки. То поднятие штанги это абсолютно другой вид нагрузки, который направлен на тренировку силы, на объем мышц. То есть это абсолютно другое. Вот такая аналогия с чтением вслух и чтением про себя. Теперь давайте разбираться, чем же так полезно чтение вслух, и почему я так настоятельно рекомендую каждому ребенку хотя бы 10-15 минут в день читать вслух. Во-первых, чтение вслух великолепно развивает и тренирует дикцию. Когда ребенок читает вслух, он значительно больше концентрируется на правильном проговаривании слов, в отличие от обычной речи. Потому что когда мы с кем-то разговариваем, мы больший акцент делаем на слова собеседника, слушаем его и не сильно слушаем себя, не обращая внимания, что мы говорим. Тем более в свободной речи мы часто коверкаем слова и не обращаем на них должного внимания. Другое дело чтение вслух, когда ребенку нужно четко, последовательно проговаривать каждое слово. И каждая такая тренировка очень сильно тренирует дикцию ребенка. Следующий важный момент – это расширение словарного запаса. Читая про себя, когда ребенок увидел какое-то новое слово, он, конечно, посмотрел его значение, но он не проговорил его вслух, он не запомнил его звучание. И вряд ли в своей речи он будет это новое слово употреблять. Чтением вслух все наоборот. Когда ребенок прочитал какое-то новое слово, он почувствовал, как оно звучит, посмотрел, куда ставится ударение. И фактически он таким образом присваивает это слово себе и в дальнейшем в своей речи использует. Более того, когда ребенок читает вслух, вы можете с ним ввести это правило, что если ты узнал какое-то новое слово, то на следующий день минимум 5 раз его в речи нужно употребить. Далее – уверенность в себе. Когда ребенок читает вслух, когда у него начинает достаточно хорошо получаться, у него автоматически тренируется уверенность в себе. Когда он слышит, насколько качественно и четко он проговаривает какие-то слова, когда он понимает, что он ставит правильное ударение, правильную интонацию, то, соответственно, у него автоматически растет уверенность в себе. И ему легче что-то пересказывать, выступать перед классом, либо на каких-то мероприятиях. Ну и еще чтение вслух – это великолепный способ продиагностировать речь ребенка. То есть, если вначале это у него будет получаться плохо, если он не будет хорошо, качественно выговаривать слова, если ему своя речь вначале будет не нравиться, то в действительности ничего плохого в этом нет. Это просто триггер, это просто показатель, что этот навык нужно тренировать. И буквально через 10-15 тренировок чтения вслух, качество речи ребенка очень сильно вырастет. Потому что это достаточно благодарная тренировка, когда навык достаточно быстро у ребенка ставится. Более того, когда ребенок начинает читать вслух, ему автоматически хочется правильно ставить интонации и правильно эмоционально преподносить ту информацию, которую он читает. Соответственно, у него формируется навык качественной подачи информации. И ему будет легче пересказывать перед классом, рассказывать стихи и в целом общаться с другими людьми. Вообще, навык чтения один из самых важных навыков для ребенка как в начальной, так и в средней школе. Потому что в действительности весь процесс обучения можно свести к тому, что нужно прочитать, понять и пересказать эту информацию либо в устной форме, либо в письменной форме. К сожалению, чтению так таковому ребенка не учат. Ну, то есть, как только ребенок научился более-менее читать в первом классе, ему говорят, ну, навык будет совершенствоваться, давай читай. В действительности есть методика, которая позволяет научить ребенка читать очень быстро, качественно, с очень хорошим пониманием. У меня есть книга «Скорочтение для детей». Это уже шестое издание моей книги «Скорочтение для детей», проданное общим тиражом более миллиона экземпляров. И она в действительности является пошаговым алгоритмом, как ребенку научиться читать значительно быстрее с лучшим пониманием прочитанного. Здесь очень интересные упражнения. По ссылке в описании можно перейти на Wildberries или Ozone, почитать огромное количество положительных отзывов на эту книгу и приобрести ее. Буквально за 18 занятий у ребенка от 7 до 12 лет можно этот навык, вне зависимости от того, на каком уровне он сейчас находится, очень сильно прокачать за счет легких игровых упражнений. То есть, фактически, это книга-тренинг, вы ее берете и с ребеночком прям по четкой инструкции занимаетесь. Там расписаны занятия по дням, сколько минут каждое делать, и занимаясь всего 20-30 минут, 2-3 недели, вы прям почувствуете очень серьезные результаты. По ссылке в описании, в зависимости от того, что больше нравится Ozone или Wildberries, переходите, читайте отзывы и, соответственно, приобретайте. Это будет суперполезный вклад в развитие вашего ребенка. Также читение вслух великолепно тренирует визуальную память ребенка. То есть, ребенок учится видеть вот эти графемы и воспроизводить их. И когда ребенок читает про себя, он может читать слово не до конца, потому что это никто не услышит, и сам он не услышан. То есть, он может проглатывать окончание, может читать не то слово, и это очень сложно и практически невозможно отследить. То при чтении вслух ему нужно четко запоминать образ написания слова для того, чтобы четко его воспроизводить. Огромное количество исследований показывает, что чтение вслух наряду с письмом от руки и устным счетом – это одно из самых полезных видов интеллектуальной нагрузки. Когда задействовано огромное количество участков мозга, и мозг просто кипит и очень хорошо тренируется. То есть, исследования показывают, что если хотите тренировать свой мозг, делайте в уме простые арифметические действия, пишите от руки и читайте вслух. И если мне память не изменяет, чтение вслух стоит вот среди трех этих действий на первом месте как самое полезное. Поэтому обязательно сделайте 10-15 минутное чтение вслух привычкой вашего ребенка и такой обязательной тренировки. Ну а теперь обещанное упражнение моторчик, которое позволяет сделать этот процесс еще более полезным. В чем здесь смысл? Смысл в том, что очень полезно делать какие-то действия ребеночку руками. Какие это могут быть действия? Например, перебирать пальцами. То есть, ребенок, читая и одновременно перебирая пальцами, может с помощью пальцев контролировать скорость чтения. То есть, он движется медленно, читает медленно. Ускоряется, ускоряет свое чтение. И в действительности таким образом можно делать в прямом направлении. Можно делать в разных направлениях каждой рукой. Можно играть как будто на пианино. То есть, ребенок просто сидит, читает и вот перебирает пальчиками, бьет по столу. И самый такой стандартный способ моторчика, когда у нас руки берутся в замок, и ребенок читает, и вот два больших пальца крутят в одном направлении или в другом направлении. И моторчик, соответственно, ускоряет или замедляет. Такое упражнение позволяет синхронизировать мелкую моторику, движение пальцев, скорость этих движений и процесс, соответственно, чтения. То есть, когда у нас синхронно работают наши пальчики и процесс чтения, то это еще большая нагрузка на наш мозг, и процесс становится еще более полезным.